После символичного перерезания ленточки гости мероприятия отправились на небольшую экскурсию по первому в России отделению врачей неотложной медицинской помощи. На торжественном открытии присутствовала заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Зинатулина. Для сотрудников, которые оказывают медицинскую помощь, а это помощь и неотложная, и палеотивная, и патронажа для новорожденных, тоже важны условия их пребывания и то рабочее место, где они находятся. И для них мы сегодня слышали слова от сотрудников, что это наш второй дом. И они настолько, я сама знаю, что ждали это долго отделение в течение двух лет. И сегодня они зашли в эти двери. Я думаю, им настолько будет комфортно работать, появится еще лучше мотивация для качественного оказания медицинской помощи на дому. Новое медицинское учреждение площадью 180 квадратных метров расположено на первом этаже жилого дома в микрорайоне Первый квартал. В отделении расположена диспетчерская, предусмотрены рабочие места для врачей, кабинеты выписки больничных листов, телемедицинских консультаций, хранение лекарственных препаратов, биоматериала, кабинеты заведующего и старшего фельдшера, а также комната отдыха персонала. 43 человека. У нас 13 бригад в каждую смену. Две смены. Соответственно, если есть рассчитанное, это где-то порядка на 700 вызовов в день. Но с учетом того, что при каких-то обострениях заболевания, у нас бывает вызовов и до 2,5 тысяч, и до 3 тысяч, и мы эти бригады усиливаем нашим персоналом, который находится в амбулаторной земле. Проект был реализован при поддержке местного застройщика. Мы создавали отделение, как коллаборацию застройщика и медиков. Когда мы его проектировали, мы опирались вообще на глубокий опыт сотрудников клинической больницы. Бруснику полностью построила, оборудовала данное помещение мебелью, техникой, а также закупила для медиков все необходимое. Это реанимационные пакеты, аппараты ЭКГ и все неотложные медикаменты. Медицинские бригады полностью оснащены всем необходимым оборудованием и транспортом. Отделение позволит существенно разгрузить поликлиники и сократить время ожидания прибытия врачей к пациентам. Чтобы таких вызовов было меньше, всем здоровье, но это тоже время, жизнь есть жизнь. Поэтому я очень рада, что есть теперь у нас у наших жителей, в нашем городском округе, такое будет медицинское обслуживание. Медицинское учреждение работает ежедневно и охватывает всю территорию Ленинского городского округа. Бригаду можно будет вызвать по единому номеру 122 или оставить заявку через портал Госуслуг. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ.